Всем хай, всем привет, всем здорово, всем ку, и вы на канале Мамонт Стенд оф 2. В этом видео я хочу обсудить день рождения Стенд оф 2 и обновление 0.19.0. И по традиции, горочка смачных багов. Кстати, если вы подпишетесь на канал с колокольчиком, вы будете в курсе всех новостей Стенд оф 2. Я выпускаю видео каждый день, новости Стенд оф 2 и так далее, разные подробности, поэтому, ребятушки, помогите, пожалуйста, добить миллион подписчиков до лета, а чем больше подписчиков, тем больше я стараюсь для вас и больше мотиваций снимать новые видео. Давайте сначала баги после день рождения, а уже потом 0.19.0. А это у нас реальное бессмертие в Стенд оф 2. Игрок не может себя подорвать с помощью снежков, противники также не смогут это сделать. Если у вас случился такой баг, вы не волнуйтесь, вас не заблокируют, потому что этот баг происходит сам по себе, если вы уже бессмертный, не бойтесь, вы сможете спокойно дальше играть и закончить катку до конца. Вы в этом не виноваты, виновата только сама игра. Вот скриншотик из его же игры. В самом начале он умер один раз, после стал бессмертным, включил записи, играл, как вы видите, 17 киллов на одну смерть. Так, я еще не смотрел, что это такое, мне просто скинули, я скачал и решил, ага, какой-то код. Найти на рынке не может, отменить запрос также получается не может. А, может, вот его запрос на продажу, листает к этому скину, чтобы посмотреть на него, а его нету. Его на рынке нету, но запрос на продажу висит. Причина, я думаю, потому что скину же купили. А, да, вот, история продаж, скину же купили, просто не работает рынок, залагало. Я думаю, это все из-за того, что у нас в игре Яндекс.Сервера. Игроки, когда обнова? Почему ножи всем не раздаете? Разработчики. Типа разработчики испугались детей, которые просят промокоды. Не, ну если разработчики решили создать мем, я тоже порофлю немножечко, чуть-чуть, окей? Ну, чуть-чуть, не бейте, пожалуйста. Игроки. Сервера лагают, пожалуйста, поменяйте Яндекс.Сервера, все лагает. Разработчики в это время заходят в CSGO. Либо этот чел настолько крут, что у него светятся глаза, либо это терминатор, или же солнце проходит сквозь его черепную коробку. Походу, последний вариант верный, потому что сквозь его глаз видно почему-то солнце. Да, почему так? А потому что солнце сделали на экране. Так экономнее. То есть, солнце это не физический какой-то объект в небе. Солнце это просто у нас на мониторе отображается свет. Вот так вот хитро решили разработчики поступить, но, как видите, последствия не очень прикольные. Получается, что солнце проходит сквозь объекты, которые находятся вне вашего экрана. Например, руки, они прикреплены к вашему полю зрению. А солнце находится в вашем поле зрения, как будто прикреплено в воздухе перед вашими глазами. А челик уже находится как в физическом каком-то пространстве. Точнее, в виртуальном пространстве. И он уже после солнца получается. Ну, такая вот дичь. Скинчики стали абсолютно черными. Причина неизвестна. Почему так? Потому что. Из-за того, что я снимаю каждый день, у меня нет времени спрашивать, в чем проблема у разработчиков. Тем более, они отвечают спустя 2-3 дня. Очередная каточка в 56 минут. Это очень много, ребят. Играть целый час, это полная запара. Тем более, вы не получите никакого опыта в конце, потому что там стоит ограничение в 2000 опыта. Еще один из самых частых багов, это двойной Санта. По какой причине это происходит, пока что неизвестно. Я думаю, что это из-за того, что Санта умирает одновременно с получением шапочки. Честно, это максимально читерский. Я думаю, таких Сант можно создать даже 10, если все сговорятся вместе, попробует забагать все эти шапочки. То есть, когда чел подбирает шапочку, его нужно в этот момент убить. И он восстановится уже новым Дедом Морозом. А шапочка останется на земле, и вы его тоже подберете, и будут 2 Деда Мороза. О, этот баг у нас, походу, уже баян. Как вы видите, постоянно у этого плеернейма почему-то клан Тег, и АВИК, и АКР-12. Именно только вот эти скины почему-то. Ой, извиняюсь, не скины, а оружие. Здесь якобы баг в том, что он убил 8 людей, а показывает 6. Но я думаю, это не баг, это всего лишь он там что-то другое взял. Выстрелил с пистолета 2 раза, и типа якобы у него тут случился баг, он записал его. Эм, стоп, я кое-что заметил, кое-что неладное немножечко. Я ошибся, челик ходит по воздуху. Да, я серьезно, это правда на 100%, он просто идет по воздуху. Вопрос, как сделать такие же баги? Ответ, я не знаю, они происходят просто самостоятельно, рандомно. Я думаю, это все из-за лагов серверов. Яндекс сервера дарят нам огромный букет багов. Спасибо вам огромное, мне есть что снимать. Эм, ребят, это капец. Я не знаю, почему разработчики не могут удалить это место, чтобы там нельзя было плентить бомбу. Что с игрой не так? Что за фигня? Почему она плентится в воздухе, где нет текстур? Ничего там нету, даже запаркурить нельзя. Это полный капсдец. Кстати, вам уже приходило такое уведомление? До конца батл пасс осталось 7 дней, получи редчайшую награду, выполни все задания. Ребята, знаете, что интересно? Разработчики написали, получи редчайшую награду. А на самом деле там рандом, и выпадает какая-то рарка, как всегда. Ну, как обычно, мы любим видеть рарочки. Не, ну, конечно, очень редко выпадают арканы, выпадают, но они все равно же не редчайшие. Их очень много потом будет на рынке, поэтому, ну, такое себе тут приписочка, что-то никакая-то не такая. Кстати, очень смешной прикол получился. Видите, здесь написано, T-Gaming I.O.5055. И мне начали писать, а что за бан 5055? Ребята, нет такого бана, это всего лишь ошибка соединения с серверами. То есть, если вы заходите в игру и выбираете, например, Западная Азия или подобные сервера, которые отключены из-за, ну, некоторых обстоятельств, сервера отключают, они абсолютно не могут работать, поэтому вылазят вот такие вот ошибки. И это не бан. Не волнуйтесь, просто поменяйте в настройках сервер. Пацанчик даже загрузился в лобби и подумал реально, что ему выдали бан 5055. Но на самом деле это не бан. Не волнуйтесь, ребят, предупреждаю еще раз. Опять две санты. Ну, я не знаю, как можно было допустить это. Возможно, это что-то связано с кодом игры, поэтому фиксить пока что не могут. Вроде бы вышло обновление 0.18.1, а по сути почти ничего не добавили, кроме фикса на опыт. Чел диффузит 0.00.0, минус 5 времени. Как это понимать? Я не знаю. Возможно, это тоже из-за серверов. Я вообще думаю, что все баги происходят именно из-за серверов. Когда их уже поменяют? Капец. Надеюсь, это все будет в этом году, что все улучшится, все станет намного лучше именно в этом году. Потому что это крутой год. 2222. Здесь Челику просто не выдали ММР. Ну, по его словам. Но я очень сильно сомневаюсь. Я думаю, он просто нажал на паузу. Видео заскриншотил и скинул. Якобы ему не выдали опыт. Итак, насчет день рождения Stand of 2. Когда оно будет и дадут ли нам подарок? Многие из вас мне писали, что в Play Market изменилась дата выхода Stand of 2. 19 июля. Я скинул это разработчикам. И они мне ответили. 17-го был да. Не думаю, что это где-то вообще можно менять. Google сам вроде дату ставит. То есть, Google решил поменять дату выхода Stand of 2. Причина неизвестна. Возможно, это связано с датой выхода игры на iOS. Я не знаю. Но сильно я сомневаюсь насчет этого. Так что запомните, ребятушки. 17 апреля это день рождения Stand of 2. Это навсегда запомните. Возможно, 17 апреля выйдет обновление, связанное с днем рождения Stand of 2. И возможно, там выдадут подарок. Но я не уверен на 100%. А вот насчет обновления 0.19.0. Я думаю, что это обновление связанное с днем рождения Stand of 2. То есть 5 years. Поэтому ждем обновления. И в принципе все. Всем спасибо за просмотр. И посмотрите вот это видео, которое вылезло на экране. Обязательно до конца. Я хочу там набить миллион просмотров. Потому что этот ролик очень полезен. И его все должны видеть. И знать вообще все эти баги. Субтитры создавал DimaTorzok